Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греши. Номер 770. События дня. Даниила, 11.27. Потому что конец еще отложен до времени. Полный текст. 11.26. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей с их на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь. Но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. Александр Марьясов. Мир дома вашему, Игнатий Тихонович. Сегодня смотрел ваш ролик, в котором был упомянут брат Роман. Роман Малыш. Я и ранее смотрел все ролики, где присутствуют все те же ложные доводы, определения о плоскости земли и прочие заблуждения. Вы верно заметили, что он очень работящий и безотказный человек. Мне понравились его рационализаторские выдумки и смекалка, и действительно большая увлеченность в труде. И огромная его помощь братьям в общем труде по облагораживанию в деревне водоемов и прочие дела. Молюсь за него, чтобы Господь вразумил его, а с другой стороны смотрю и страшусь, что как мало человеку нужно поддаться сатане, чтобы он скомпрометировал его и загнал в узкие рамки, лишая возможности здравого размышления и цифрового страха. Сегодня написал я брату Роману письмо, но в глубине души чувства и его бесполезность. Думаю, что только наша общая молитва ко Спасителю нашему Иисусу Христу может разрешить этот вопрос или хотя бы даст повод задуматься ему. Вот это письмо, которое я написал брату Роману. Мир дома твоему, брат Роман, смотрел сегодня уже второй ролик, где идет разговор о тебе. Знаешь, нас от Бога не цифры отгораживают, а чаще наши заблуждения и охлаждение сердца веры Христовой, где сатана под предлогом чистоты веры уводит совершенно в другую сторону. Ведь если здраво размышлять, то цифра абсолютно сегодня во всем. Сотовая связь – это цифра, в которой миллионы такой цифры, как шесть. Связь радиосигнала со спутником идет тоже через цифру. Вайфей, интернет, передача сигнала на компьютер, ноутбук и прочие гаджеты – это тоже все идет через цифру. А вот тут-то как раз уже находятся миллиарды шестерок передачи сигнала. Нахождение всех городов, поселков и деревень и прочих сельских поселений спроецировано в цифру, которую контролирует спутник систем ГЛОНОС, который является системой двойного назначения. Она обеспечивает решение задач как в интересах Минобороны России, так и гражданских пользователей. Сейчас по целевому назначению используются 24 аппарата, использующие в цифровом сегменте спутниковой связи. Для сравнения, в системе GPS-C32 спутники постоянно излучают высокочастотный радиосигнал, который принимают навигаторы на Земле в цифре. Спутниковый сигнал несет в себе три составляющие – псевдослучайный код, эфемериды и альманах. Псевдослучайный код цифры определяет спутник, с которого принят сигнал. Эфемериды сообщают координаты данного спутника в пространстве. Каждый спутник получает их с Земли, из центра управления полетом и ретранслирует их в своем цифровом сигнале. Альманах несет информацию о положении и состоянии спутников. Спутники, используемые в военных целях, передают отдельный закодированный цифровой сигнал. Так что за каждым владельцем сотого телефона идет незримый цифровой контроль. Так что, брат Роман, не цифру нужно верующему человеку бояться-то, а маскировку сатаны, который под любым предлогом уводит человека от веры во Спасителя нашего Иисуса Христа, предлагая ему фальшивую подмену, на которой человек зацикливается и ходит по кругу своих ложных и неоправданных заблуждений. Ты хороший человек, очень трудолюбивый и очень много сделал помощи нашим братьям. Все за тебя молятся, чтобы Господь наставил тебя на путь познания истины и отвержения твоих неоправданных заблуждений. Спаси и сохрани тебя Господь. Вот видите, как заблуждение. Он здесь был, Роман, я вижу, он в интернете возится. Ну, машину продать кого-то искал. А остальное какие-то все там, и вот какой-нибудь там шляхов, всякие фальшивые люди, какие-то там отверженные, преданные анафеми, он с ними сразу соединяется. Почему? Это не просто сатана рядом, он внутри. Роман, в данном случае, одержимый. Я ему это сказал в первые же дни здесь. Ну и что, молимся, и он маленько притихает, но издать силы нету, потому что он его держит, он его лобызает буквально. Часами сидит. И вот для этого он уходил у Надежды Васильевны, чтобы я его не видел. Я же знаю, они прибежищем там сделали. Я расколупал это гнездо. Вот вчера меня спрашивают, а как вы относитесь к Василию Новому? Какой? К новому священнику и романаху. А кто? Василий? Который демонов-то изгонял, бесов? Да он загонял, а не выгонял. Его церковь запретила в служении. Это в Туле, что ли? Он умер уже. Ты послушай, как он говорит, как он орет, и что он придумывает, какие способы, экзорцизм придумали. Нет этих слов. Есть жизнь во Христе. Дьявол, выйди из нее. Павел сказал, он вышел. Ничего больше не надо было сказать. А здесь и водой крапит ее. А она лежит, крещит против паспортов. Но он знает, что сатана надо-то. Он и крещит. Крещит, одержимый бесом. Он сам признает. И слова его признает за истину. Притом один и другой крещит это. Один и тот же демон. В одного вошел, в другого, в третьего. Как в книге Иова. Всех побили, я один остался. Другой прибегает. Всех поколотили, я один остался. И третий тоже. Все разворовали, я один остался. Зато один это и демон и есть. Он один и приходил. Человек считает, он же не понимает этого. У Романа тяжелейшее состояние. Он паспорт сжег. Ну, заграничный сжег, да ладно. Не ездить, сидеть. Он не хочет получать на землю документы. Его вытряхнут. Но мы не можем защитить то, что не защищается. И батюшку отверг, окрещение принимал. Неделю назад только прищищался. В церковь ходить не буду. Это бесовщина. И его ничем не вытащить оттуда. Даже батюшка боится, как бы еще он там не сделал. Он сидит там в железном контейнере один. Мне вообще не показывается нигде. Сатана загнал в тупик, а дальше покажет петля. Залез в петлю. Это Яков постник. Яков много святых, а то Яков постник. Возомнил о себе, изгоняет бесов. И правда, Господь слышал его молитву. Дождь сходил. Привезли молодую девицу. И демон как бы вышел. Но родители сказали, мы боимся, как бы он опять дорогой-то не вошел. Пусть она поживет. Все. Прельстился. Снасильничал. Страшно перепугался. И чтобы не сказал, а убил. Еще больше испугался. Рядом река. Труп бросил. В реку. А теперь. А теперь дальше говорит. А теперь повешайся. Теперь тебе жизни никакой не будет. Все равно узнают. Вот сейчас верят как. Ну, молодые люди там где-то. Суицид. Говорят, там что-то какая-то страна есть на Сатурне. И надо само себя убить. Речь-то идет уже о сотнях молодых людей, которые жизнь покончили самоубийством. Верят? Да. И сатане поклоняются. Да. Но переделали. Не сатана будет связан, а Христос в ад брошен будет. Прости, Господи, что повторяю эти слова. Но это сатанизм. И тоже служит. Тысячи, если не миллионы последователей. Официально разрешенная эта сатанинская организация в Америке. И вот этого Василия Нового. Ну, если не знаете, зарядите, посмотрите. Посмотрите на его лицо. Как он говорит, когда люди приходят. Жизнь-то не изменяется. Если жил свято и Бог допустил, терпи. Как Златоуст говорит по отношению с Тагирией. Забесновался, никакой причины не было. Просто испытал Господь. А то может ли верующий, такой может, но он не будет придерживаться ереси. А здесь даже не ересь, пустота. Вот ему пишет, а вот спутник. Да как он не верит, Роман, в спутники-то. У Романа нет никакого образования. Совершенно. Вот интересно. Первый день приехал, начал читать. Он читает как насмешку. Молитвы читать не может. Псалтыр не может читать. Интонации, голоса, все говорит. Что это говорит насмешник какой-то. Я говорю, ты что так считаешь-то? Ты не веришь в это? Я верю. Ну ты посмотри. Запиши себя. Ему не раз говорю. Запиши себя на магнитофон и послушай, что ты говоришь. То есть с первого дня, с первого раза я ему сразу начал это говорить. Но здесь у него стремительное падение пошло. Он все рушит. Всех клеветников, лжецов, придурков, бесноватых всех собирает. И главное, одна бабушка сказала там какая-то бред неприятных старухов. Сразу верит. Ну я говорю, сказал вот, тот-то и говорю, на Менделеева сослался. Да не раз, что сослался. Да кто такой Менделеев? Да он... Ну, у нас тоже один тут увлеченный. Я разговаривал с Сергеем, с Алексеем Загуляевым. Я говорю, космонавты-то были, есть же, были, но они никуда не летали. То есть им платят все лгуны. И НАСА, это космическое управление. Я говорю, ну там же работал миллиант Александр. Это епископ аргентинский. Зубежная церковь. Он работал там. Я в армии служил, и мы относились к Севу. Сев это станция единого времени, сокращенно. Мы о спутниках, обо всем знали первое. Станция слежения была, в этом заключалось все на Камчатке. Но человек, который не знает еще, никаких спутников нету. Роман не верит. И что Солнце на миллионы километров? Он не верит ничему совершенно. Почему? Потому что в маленький микроскопический объем знаний не входит это. А все, что не входит, этого нету. Он пошел неправильным путем. Это не путь, а это крушение. А как правильно? Правильно, так, как вот Питер Гилквист, возвращение домой. Они стали задумываться, а как же церковь-то шла. И разбились. Один будет Богородицей заниматься, другой литургией, третий там помазанием и причастием. И через год сошлись. И каждый молотил на своем поприще. Узнавали, как старые, как понимали святые. Пришли и сказали, мы не церковь. Все. Две тысячи сектантов сразу приняли православие. Роман идет абсолютно в обратном направлении. Он ничего не исследует. Нет. Он только ищет. А кто это? До сегодня. Ну, нету ни одного безумия, которое кто-то бы не поддерживал. Павел Бажов-то написал, хозяйка Медной горы. Ну, выдуманный герой-то нету, никакого хозяйки нету. Все, кто образовали. Понравился кому-то Путин. Где-то обедал. Ложка, которую ел. Так уже этих ложек сколько? И все продали, ел. Так он там пять лет на рассидел и тремя ложками в рот толкал себе. Да глазу приставишь, исцеление, все, мироточение от ложки, все пошло. Сатана, он не спит ни днем, ни ночью. Его запретило этого Василия нового церковного руководства. И правильно сделали. Я когда слушал его, и думал, а почему церковь не обращает внимания? Он бесноватый. Он бесов загоняет в людей. И тоже против паспортов, против цифр. И он там с Авелем сошелся, там Семенов ездит. Авель такой, там монах там или кто-то. Это все безумие. Это развязывание сатаны. К вам сошел дьявол в великой ярости. Мне тоже нужно было знать в начале 62-м году. Я пошел таким путем. В три библиотеки записан. Нет в одной библиотеке книги. Иду в другую. Все узнал о кришнаитах. Все о мусульманах давай считать. А потом я по сурам аятам разобрал весь Коран в сравнении с Библией. Я пришел к выводу, ничего лучше, святее, праведнее Библии нет. То есть все, что можно было. Тогда сколько сект было. Литературу считаю, конспектирую. Непрерывная работа шла. И все. Это в течение трех месяцев я провел эту работу. Одну зиму я законспектировал, где-то 24 тысячи страниц. Заново и Расула Гамзатова, и Некрасова, и Пушкина. Все перемолотил во свете Библии. Здесь ничего не хочет делать, ничего читать. Чего ты будешь знать-то? Знаний никаких. Просто не то, что крохотное, никаких. Никуда никто не летал. Ну, как же у тебя здесь телефон-то разговариваешь-то? А какое отношение? Ну, как со спутников? Зачем спутников? А вон вышка. Он этого ничего не понимает. Не понимает. Полностью мозги протравленные сатаной. И что сделать? Ничего не сделаешь. Он избрал это его участь. За что? За прошлое какая-то, жизнь какая-то. Мы же не знаем, что человек скрывает. Он и не идет путем исследования. Исследуйте себя, верили вы. Зачем же это, говорю, оно? В вере. Исследуйте писание. И писание-то не знает. Дашь считать на каждое, говорится, предложение готов спотыкаться. Интонация голоса особенно выдает у романа. Насмешка. То есть насмешливый демон залез. Дух лжи. Я говорю ему это только потому, что он мне очень дорог и близок. И это я ему говорил здесь. И он тут уже начал восставать. Только восстал на меня и сразу слег. Я говорю, ты этого не делай. Тут нельзя. Он лег два дня пластом лежал. Он не болеет, ничего. Глазами хлопает, лежит. Да вот простыл. И вот тут простыл-то. Ничего он не боится. А тут сразу слег. Я говорю, он за стенкой живет. Как только поднимется, два дня лежит. Как закон какой. И тут уже забывает, как ничего не было. Почему демон тот же самый. Максим. Сим. Че он Сим? Здравствуйте, дорогой Игнатий Тихонович. Пишу вам, чтобы поделиться великой радостью. Я сегодня принял крещение полным погружением. Господь свел меня с хорошим настоящим верующим батюшкой. Я собирался в проруби покреститься. Но батюшка организовал поездку на источник целебный, который находится за городом. О деньгах и речи не было. Порадовало, что крестили еще одного мальчика семи лет. С нами были несколько человек из собора, и прихода, и хор даже. Батюшка прямо в облачении зашел в купель и так крестил, несмотря на ледяную воду. Помолитесь об отце Викторе. Господи, спаси этого Виктора и укрепи. Священники его сожрут. Готовился к окрещению и от два с половиной года. Слава Богу, что так. Я быстро осознал. Во многом. Вот, послушайте, это человек, с которым я не встречался, ничего. Что это, как эти попы? Зазомбировал. Зазомбировал. Во многом благодаря вам, что я не крещеный, а моченый. А также, что крещение без полного обращения изменения себя абсолютно бесполезно. Ваш плуг помог облагородить почву в моем сердце. О, как пошел дело-то. Это плуг. Это вообще поэзия. Хотя содержание гумуса очень низкое. Плодородного слоя. Теперь я в церкви святой. И необходимо трудиться еще больше. Ведь слова Божьи. Все есть сын мой возлюбленный. И ко мне тоже обращены. И что может быть дороже? Я сын его возлюбленный. Я благодарю Бога, что он познакомил меня с вами. Вот видите, я вчера говорил, как бы в одном месте было, тут бы помещать людей некуда было-то. Новые люди приходят, расположены, но они не рядом. И вашими трудами. А тут теперь сатана нападает. Уничтожь все ролики. Я молюсь и вижу от дьявола. Ролики уничтожить. 9400 роликов. А какие ролики? Я у меня некоторые даже не знаю. Там что-то исчезло уже. Не знаю, какая причина. Низкий поклон вам, Игнатий Тихонович. Зовут меня Олеников Максим Валерьевич. Я живу в Донецке, Днепропетровске. А родился... ДДНР. Родился в городе Павлодаре. У нас много родственников в Алтайском крае. Мой отец, ваш земляк, родом из села Николаевки. Многострадальный. Сгоревший почти полностью несколько лет назад. Спаси Христос. Ну, около леса она была. Рустам. Эх, Игнатий Тихонович. Покупатель-то пообещал прийти посмотреть квартиру. Но так и не пришел вчера. Ну, не пришел, не пришел. Раз молились, это от Бога. Почему это, по-твоему, должно быть? Все, Бог поставил преграду, говорит, и он и не пришел. Игнатий Тихонович, я люблю Бога. Люблю вас. И сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы создать общину, накормить бедных и благовествовать им. Слово Господне. Ну, дорогой Рустам, я тебя маленько уже знаю, ты капризный, быстро разочаровываешься, там, проще. Тебе никогда не создать, даже из трех человек. Не то, что общину, там, хватил ты через край. Ты даже не знаешь, о чем говоришь. Это разный характер, и такие, как ты, найдутся, сцепятся с тобой, как дыбунов. И ты сразу все, упал, и тебя нету. Ходить не буду. Потом опять пришел, ты совершенно непостоянный. Ты ничего не создашь. Даже жениться, и то с женой не уживешься. Даниила я взял это, потому что конец отложен до времени. Александр Марьясов. Игнатий Тихонович, я вам забыл написать, как своему духовному отцу. Но я его не прошу называть так. А почему? Ну, он сейчас, видимо, будет показывать. Вот я даже такие слова стараюсь выделить, показать. Своему духовному отцу, немного и о себе. Некоторое время назад я начал смотреть ролики других авторов, которые нелестно отзываются о православии, о храмах, о священстве. И что поразительно, как я стал смотреть эти ролики, да размышлять, то неведомо есть откуда. И совершенно от незнакомых людей посыпались куча ссылок на разные ролики, обучениях и толкованиях в кавычках истинной веры. Вот у Романа это же самое. Он меня заваливает, эти ролики, посмотри там, даже по минуте смотреть них, он больше ничем не занимается. Там нет ни истинной молитвы, ничего нету. И от причастия Бог его просто отторг, а не то, что я ушел. Бог преграду поставил, и все кончилось. В погибель, по счастью, это твои все. Естественно, в голове постоянно шли, так сказать, не совсем комфортные размышления. Я не искал своего духовного умиротворения на сегодняшний день-то, а пытался заглянуть за тот горизонт жизни, где каждый будет из нас по времени определенным Господом. Слушая ролики, а они, так сказать, очень глубоко всегда коренились на познании священного писания, но для меня они почему-то не были восприняты по своей некой наигранностью. И тогда мне пришли слова, сказанные Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Знание безнравственности – меч в руках сумасшедшего. Вот это да. Ну, а тут и знания-то нету в романах. И знаете, меня все эти просмотры не отторгали от православной веры и всего того, что связано с ней, а наоборот, только более укрепляло и истинно наполняло мою душевную радость, что я православный человек. В одном из роликов я услышал перефразированное высказанное Черчилля, высказанное человеком, которого вы вспоминаете 120 раз в своих духовных книгах, дьякон Андрей Кураев. Он сказал так, «Православие – ужасная вещь, но все остальное гораздо хуже. Недавно у нас открылся новый храм, два месяца, и мне позвонил батюшка. И я теперь по воскресным дням участвую в тамбогослужениях с Чечесом и Пономарем. Я благодарю Господа и Бога нашего Иисуса Христа за ту неслущайность, которую Он предоставил мне в встрече с вами». Вот даже как эти как. Господь же это так делает-то. И что я даже иногда мысленно, спрашивая о чем-либо, нахожу ответы в ваших книгах и роликах. Ведь даже духовная жизнь, она опознается в сравнении внутри каждого человека. Каждому дается свободное право выбора. С кем ты человек? Со Христом? Или со своим эгоизмом? Что и определяет в тебе, что нужно бороться за добро, а не со злом. Игнатий Тихонович, всем братьям и сестрам низкий поклон. Спаси и сохрани всех, Господь. Вот цифры. Ну, у меня вот ролики идут иногда. Допустим, разбили сейчас 12 томов. Златоуста насчитано. 1265 роликов будет Златоуста. В аудио. И перевели в видео. Там не видно ничего, но разбито. Да там обязательно шестерки будет. И 66, и 666. И что, этот ролик выбросить? Безумие. Иванов Иван пишет. Channel. In Sveta Biblia. Open eye. Игнатий Лапкин. То есть, я считал Библию. Про свету там ничего не написано. В свете Библии будет правильно по-английски вот как. In the light of Bible. With an open eye. Игнатий Лапкин. Исправьте, пожалуйста. Я написал в администрацию наших ресурсов. Вот что прислали из Америки. Кто это написал у нас? Постарайтесь. Сегодня же исправить надписью. Все. Ну и показать, как всегда, нужны наши ресурсы. Это первый мой мир. Вот он как выглядит. Сюда я переношу все ролики. Поздно начал. На 1200 меньше, чем на нашем видеоканале. А там 9400. Ну и вот ленточный форум наш. Вот он как выглядит. Все уже меньше. Тысяча почти. 999 было. Тысячи не было. Сегодня уже меньше. А почему? Ну и может быть воскресный день. Не знаю. Может быть так и должно быть. Вот оно. Смотри сколько. 515. А сегодня еще меньше будет. Уже минус пошел. Так что еще тут такого нет. Вчера батюшка говорил. Раньше мы ходили в лес. Там то другое. Ну ходили сказал. И тут же мне выставили ролик. Прогулка в лесу и занятие в ГТУ. 1997 год. Ровно 20 лет назад. И кто-то выставил. Виталий Калиников. Выставил. Потом можете посмотреть. Я вам скину. Ну и у нас что здесь. Видеоканал показать. Вот он православный видеоканал. Сегодня вот 12 роликов выставил. Днем еще может что-то будет. 10 это у меня стабильно. А остальное что появляется. Вот. Вот вчера был. Я увидел пожар. И я туда сволокся. На пожаре был. Записал. И уже посмотрели. О. Сейчас посмотрю. 2720. Сейчас она обновит ее. 2843 просмотра. Просмотра за 16 часов. Я вчера ходил на пожар. Прямо на старый базар. Посмотри. А ты услышал правильно. Я видел. Да ладно. Не надо пояснять. Я знаю. Не вмещается тоже. Одно слово уже надо рот раскрывать. Нельзя это делать. 280 просмотров. События дня. Ну и вот. Еще выставил сегодня. Это были образы для нас. 148 сразу зашло. Вот. Голуби. Ночь. Вот. Вот поменьше. События. Тоже. Еще только-только начинается. 28. Ну и наш православный библейский сайт. Самое ценное это вопросы и ответы. Ну вопросы и ответы. 55 папок расположены. И вот сейчас я 11 папку тереблю о грехе. Вот так. Вопрос 1096. Третий том открытым оком. Книга. В конце года в школе будет выпускной вечер. Можно ли на него пойти? Интересно. Это я за кафедрой в университете. Приучитесь на подобные вопросы отвечать на чистом листе бумаги. Расчертите его повдоль. Пополам. На одной стороне напишите. Идти. А на другой не идти. И каждую половину расчертите еще пополам. И на каждой поставьте плюс и минус. И начинаем собирать баллы. Что положительного в том, что вы пойдете. Ну, повидайте с друзьями. Прекрасно проведете время. Поговорите. Но больше вам ничего не дадут. Я более ничего здесь не нахожу положительного. Если вы знаете, что впишите. Если у вас будет 10 человек, то это даже еще лучше. Кто-то подскажет еще что-то положительное. Далее записываем. Что в этом отрицательного? Отрицательное следующее. Это выпускной вечер. И без выпивки он не обходится. Как говорят в народе, говорит, напьется до зеленых. Молодые люди как с цепи скрываются. Думают, что это последняя встреча. И нужно успевать все, что задумал. Если каким-то чудом до сих пор сохранялась девственность, то ее можно потерять. Именно здесь. Дальше. Трата денег. Нужно заранее что-то вложить. Если затянется до вечера, то большая опасность для жизни. Много пьяных. Умных, речей, спасительных наказов там не услышите. Подвыпившим можете потерять свой престиж перед учителями и товарищами. Некоторые погибли именно в этот момент. И может быть погибли навечно. Точно так же без натяжки и без предвзятости. Заполните вторую часть. Не идти. Если вы задали от меня этот вопрос, зная, кто я, то могли предполагать, что ответ мой будет нестандартен. В первой столбе положительно было бы то, если бы там были трезвые, серьезные люди, желающие вас выслушать, а вы были бы крепким христианином и могли бы им засвидетельствовать о любви Христовой, о смысле жизни, ибо для этой темы день как раз подходящий-то. Одно это только могло бы оправдать ваше присутствие на этом вечере. А раз этого нет, то идти и незачем. И мой ответ вам – не ходите, не ходите, не ходите. Но на сегодня хватит. Это нас так кричали дети, когда они стояли на крыше, когда власти окружили нас и громили буквально, а дети кричали – не заходите. А дети кричали – не заходите.